Привет, друзья! Сегодня у нас в гостях сом весьма оригинального строения тела. Он одновременно похож и на корягу, и на музыкальный инструмент. Кто же это? Это сом буноцефал. Буноцефал – это название рода, в который входит несколько видов сомов, схожих по условиям содержания и строению тела. Различия в основном в окрасе. Название рода происходит от греческого слова холм. Видимо, это намек на бугристую голову сама. Род этот недостаточно изучен, и поэтому в названиях видов может быть путаница. Сомов также называют сом коряга, сом сковородка, сом гитарита или гуторита, сом банджо. Два последних названия – это как раз и есть музыкальные инструменты. Я бы его еще назвал сом где-то тут. Почему? Потом поймете. Итак, поверхностно познакомились. А теперь подробнее про родину сома, его содержание в аквариуме, совместимость с другими рыбками, кормление и возможность разведения. Поехали! Родом наш сом из Южной Америки, бассейн реки Амазонка. Любит места со слабым течением и чтобы песчаное дно было завалено листьями, камнями и корягами. Очень он любит прятаться, зарываясь в песок или листья. В природе живет как в одиночку, так и в группе. Питается в основном кормами животного происхождения, не брезгая растительной пищей, но в малом количестве. Скорее всего, сом ее ест при отсутствии чего-нибудь живенького. У сома, конечно же, есть враги, желающие его проглотить. Но он от них скрывается, как заправский ниндзя, используя свой окрас и строение тела. Местным же жителям на него наплевать. В пищу они его не употребляют. Есть в этом соме особо нечего. А впервые этого сома обнаружили и строго по науке описали в далеком 1874 году. И даже несмотря на это, рот буноцефал так до конца и не изучили. Продолжаем разговор. Как же выглядит наш замечательный сом? Тело приплюснуто сверху и сужается к хвосту. При виде сверху сом действительно похож на банжо или сковородку. Глаза маленькие. Первые лучи грудных плавников, похожих на крылья. Острые. Есть возможность уколоться, но это не страшно, лучи не ядовитые. Тело окрашено в самый крутой маскировочный цвет модный у сомов. Это цвет утонувший в муках деревяшки. Самое то для маскировки. Способ окраса разных сомов может сильно различаться. Но смысл один. Спрятаться. Так как особой шустростью сом не отличается и удрать от хищника ему сложно. Вырасти сом может до 15 сантиметров, а прожить около 12 лет. Очень даже неплохо. По полу различить возможно, но не очень просто. У самочек более полное брюшко. Ну а теперь поговорим про содержание сама банжо в аквариуме. И конечно же начнем с параметров воды. Температура от 22 до 26 градусов. Кислотность 6-7. Жесткость от 5 до 20. Вода пресная. А теперь про сам аквариум. Какой же нужен объем и как его лучше обустроить? Желательно, чтобы на одного сама приходилось около 40 литров воды. Раз в неделю нужно подменивать до 15-20% воды на свежую. Крайне желательно одновременно с этим почистить грунт от ила. Особенно если в аквариуме есть много других рыбок. В аквариум нужно установить фильтр, создающий средние течения воды. Это должно понравиться нашим самам. Они частенько, по вечерам, поднимаются со дна и плавают в токе воды. Аквариум нужно украсить укрытиями искоряк и заросли растений. Сом банджа растения не трогает и сажать можно любые, какие вам понравятся. В качестве грунта лучше использовать мелкий речной песок, в который сом частенько любит закапываться. Особенно при отсутствии укрытий. Поэтому грунт выбирать без острых граней, иначе сомик может пораниться при попытке в него закопаться. А это ему на пользу явно не пойдет. Весь аквариум загромождать укрытиями не стоит. Обязательно оставляйте свободные места. Они пригодятся для кормления сама. Немного про освещение. Оно не должно быть слишком ярким. И так как сом предпочитает сумеречный или даже ночной образ жизни, на ночь можно оставить слабое освещение. Ну, устроить что-то типа полнолуния. Так у вас будет больше возможности наблюдать за своим сомиком. И вы уже начинаете понимать, почему я назвал этого сома сом где-то тут. А теперь давайте поговорим про поведение сома банджо. Рыбка может жить как в одиночку, так и в группе. К своим родственникам относится миролюбиво. Ведет в основном сумеречный и ночной образ жизни, и иногда отыскать этого товарища в аквариуме проблематично. Он может весь день проваляться в укрытии, прикинувшись трупом, и вылезть оттуда только вечером на радость своему хозяину. Обычно только вечером и по ночам они становятся похожи на живых рыб, а не на лежащую на дне коряжку. В это время нани начинают усиленно плавать по аквариуму в поисках корма, и частенько заплывают на течении, создаваемое фильтром. Чем-то оно их привлекает. Может, ждут, что мимо проплывет что-нибудь вкусненькое. Есть и другое объяснение такому поведению. Нерест у них обычно проходит на течении, и вполне возможно рыбке дают понять своему хозяину, что им уже пора на нерест. Хотя это только догадки. С другими рыбками сомбанджо обычно очень хорошо уживается. Но может иногда ночью слопать маленькую рыбку, если сможет ее проглотить. С крупными и агрессивными соседями содержать нашего сомика не стоит. Скорее всего они его затюкают и в итоге слопают, несмотря на все его способности к пряткам. С поведением разобрались, теперь поговорим про рацион самообанджо. В этом плане он неприхотлив. Поедает любые живые замороженные корма, подходящие для большинства аквариумных рыбок. Главное, чтобы корм падал на дно. Можно кормить трубочником, мотылем, мелкими дождевыми червями и другой живностью. Есть пара важных моментов, касающихся кормления. Самы склонны к перееданию. И поэтому необходимо следить за состоянием их пуза. Не слишком ли оно большое? Еще один момент. Кормить их лучше после выключения света. Бросай корм на свободное место на дне аквариума. Желательно постоянно на одно и то же. Итак, с кормом также разобрались. Переходим к разведению. Размножаться они начинают в возрасте года и при длине около 11 сантиметров. Для нормального разведения обычно применяют гормональные инъекции. Нерест проводят в отдельном нерестовике, устраивая в нем течение воды при помощи фильтра. Дно на всякий случай можно укрыть сеткой, под которую смогут провалиться икринки для защиты от родителей. Хотя обычно они совсем не трогают свою икру. Пара плавает, вернее парит, на течении прижимаясь друг к другу. Самочка выметывает около 300 липких икринок. Они постепенно падают на дно. После нереста родители из аквариума удаляют. Через пару суток появляются мелкие личинки. Вскоре они начинают плавать в поисках корма. Первый корм должен быть достаточно мелким. Инфузории, наупли артемий и циклопов. Фильтр должен работать постоянно. Нужно, чтобы он был таким, чтобы в него не затянуло мальков. Паралоновый вполне подойдет. Грязь со дна нужно убирать регулярно, как и делать подмены воды на свежую. Ну и как вам сомик, похожий на банджо? Понравился? Уже есть желание запустить свой аквариум? Или может он у вас уже живет или жил? И у вас есть чем дополнить рассказ? Тогда пишите об этом в комментариях. Здоровья вам и вашим питомцам. Пока!